В ночь с субботы на воскресенье, примерно в три часа ночи, я спала в своём доме. Вдруг со двора раздался сильный грохот. Я сильно перепугалась и хотела выбежать во двор, но не смогла открыть дверь. На помощь заблокированной в собственном доме Кариме Абдукаримовой пришли соседи. Сильный грохот на улице разбудил и их. Когда пенсионерка смогла выбраться из своего дома, то увидела, что соседний превратился в руины. Я увидела, что двухэтажная пристройка полностью разрушена. Я испугалась, подумав, что дети могут остаться под завалами. Ведь на втором этаже разрушенного дома и была детская комната, а у них восемь детей. По счастливой случайности никто из детей и взрослых не пострадал. В ту злополучную ночь семью спасли холода. Семья Монтепаевых ютилась на первом этаже соседней пристройки. Там хоть как-то можно было согреться. Глоба семейства Курмамек Монтепаев говорит, что запомнил ту ночь на всю оставшуюся жизнь. Грохот был ужасным. Я сразу и не понял, что произошло. Соскочил с кровати и пытался выйти на улицу. Но дверь была завалена, свет отключился. Я начал спрашивать, все ли дети целы. После чего выбил окно и соседи, которые собрались во дворе, начали принимать детей из окна по одному. Как показала проверка, пристройка к частному дому, которая полностью обвалилась, и сам дом были построены из саманных блоков и не имели крепкого фундамента. Ливни сделали свое дело. На место врушения ветхого строения приехал Аким Шемкента. Сейчас со мной езжай тогда. На одну другую кучерную квартиру. За счет спонсора мы оплатили. Прижал от улицы, переставая квартира. И все это спокойно, траверсно. Пока семья Молтыкбаевых поселилась в доме неподалеку. Единственная комната совершенно не приспособлена для жилья. Стены ее покрылись плесенью, а потолок весь в каплях конденсата из-за перепадов температуры. Но это единственное жилье, которое посредством многодетная семья. Пока будут ютиться здесь, выхода другого нет. Дом практически не отличается от бывшего аварийного жилья. И таких домов в этом районе города немало. Здесь две с половиной тысячи частных домов. Все они очень старые. Три из них находятся в аварийном состоянии. Необходимо переселить людей во временное жилье и снести дома. Пока беды не случилось. Дома могут рухнуть в любой момент. По заданию градоначальника, теперь для решения жилищных проблем будет разработана новая программа по сносу ветхого жилья «Шан-Эрак». В результате аварийные и ветхие дома будут снесены. А на их месте возведут новые многоэтажки. Бахром Абдулаев, Талгат Абдинабиев, Ербал Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар». Продолжение следует...